Герой этой истории мастер перевоплощения. Одним он являлся клинообразным, другим в виде конуса. Однако неважно какой образ он принимал, он всегда был под номером один. Его история это наша история. Это история борьбы. Истина о происхождении чисел. Мы увидим, как единица помогла построить первые города, основать империи и вдохновить величайшие умы в истории. А также ознакомимся с его значением в производстве денег. Наконец мы узнаем, как единица объединилась с нулем и стала доминировать в современном мире. В цифровом мире, который состоит из нулей и единиц. Слова, которые я произношу сейчас, впервые были написаны на моем компьютере при использовании кода из единицы нулей. Даже мой образ в цифровом телевидении передается благодаря комбинации этих двух цифр. Каким образом этим двум цифрам удалось захватить мир? Так ведь было не всегда. На самом деле, практически всю историю человечества нуля просто не существовало. Зато единица считалась всегда. История единицы. Так откуда же она взялась? История этой цифры уходит к самому рассвету цивилизации. 3 миллиарда 42 тысячи 659 лет назад первая примитивная единица выбралась из первобытного океана на сухую почву. Да ладно, я шучу. На самом деле, корни и единицы скрыты завесой тайны. Это загадка, разгадать которую могли бы лишь наши предки. Как-то один из них решил использовать цифру. Для счета. Вот только когда? С того момента, как человек научился делать зарубки на костях, он делал зарубки на костях. А кто же высек вот такие знаки 150 тысяч лет назад? Есть ли вероятность того, что он считал что-то? Могут ли эти надрезы представлять первобытные единицы? Эксперты утверждают, что исходя из научных и археологических исследований, они не имеют об этом понятия. Однако они точно уверены, что единица намного моложе нас. Лишь недавно, около 20 тысяч лет назад, появилось первое настоящее свидетельство того, что единицу начали использовать для счета. Конечно, в свое рождение она выглядела совсем иначе. Тогда единица была лишь зарубом на кости. Вот этой кости. Она называется кость Ишанго. Ее обнаружили совсем недавно в Конго. Посмотрите на эти зарубки. Каждый из них представляет единицу. Откуда нам это известно? Видимо, кто-то что-то пересчитывал, так как на этой стороне костей 60 зарубов, и столько же на второй. А на обратной стороне они разделены на равные группы. Этого невозможно добиться без счета. Кость Ишанго может являться своеобразным опорным пунктом для человечества. Зоологи утверждают, что остальные млекопитающие способны досчитать до трех или четырех, но не более. Делая зарубки и обозначая ими единицу, наши предки могли бы досчитать до пяти, шести, если, конечно, им хватало на это мозгов. В принципе, благодаря единице они могли бы дойти до любого числа. Именно это дает нам преимущество перед львами и тиграми. С этого момента счету не было границ. Он стал самостоятельным существом. А тем временем человечество продвигалось и начало приобретать собственность. И это навсегда изменило судьбу единицы. Люди покинули природные пещеры и начали строить свои собственные дома. Следующее важное событие в жизни единицы произошло в древней цивилизации шумеров. Здесь, на Ближнем Востоке, вот и мы. Около этого времени шумеры решили дать единице независимость. Они перестали вырезать эту цифру на костях и дали ей свободу вместе с символом. Это перерождение изменило не только жизнь единицы, но и весь ход истории. Изобретение символов позволило шумерам сделать то, чего никто до них не делал. Делая зарубки на палке или кости, ничего не добьешься. А вот с символами уже можно далеко пойти. Допустим, у вас есть шесть цыплят. Пять из них вы съели. Что осталось? Проблемы с пищеварением. Нет, нет, нет. Вы же изобрели арифметику. Пока что это стало самым большим прорывом в жизни единицы. Но почему же это произошло? Чтобы это понять, нам надо отправиться туда, где такой прорыв не произошел. Познакомьтесь с Валпири, жителями Центральной Австралии. Они жили в стороне от остальных цивилизаций 30 тысяч лет, пока какой-то антрополог не приехал и не обнаружил, что у них нет чисел. Людей очень интересует культура Валпири, потому что в нашем языке не существует чисел. У нас есть слово, обозначающее один. Но на этом все заканчивается. Прежде Валпири удавалось обходиться без цифр. Но каким образом? То, к чему вы привыкли, у нас делается совершенно иначе. Вот, например, старый Джапал Джарри, он прожил всю свою жизнь без чисел. Привет, Джапал Джарри. Сколько раз ты был женат? Один. Сколько у тебя внуков? Много. Баджан. Парун. Джамарай. Джапал Джарри перечисляет своих внуков. Он не говорит число 4, такого слова нет в его словаре. Много. Более старое поколение Валпири не называют конкретных дат, они упоминают лишь местоположение Солнца. Они не знают расстояния, потому что расстояния между городами измеряются не цифрами, а песнями. В них содержится вся необходимая информация. Корни этих древних песен уходят глубоко в культуру и являются большой национальной гордостью. В традиционном укладе жизни в Валпире нет места числам и арифметике. Зачем же 6 тысяч лет назад на другом конце мира народу шумер понадобилось изобретать символы и математику? Чем отличалась жизнь на Среднем Востоке? Почему люди так стремились принести в свою жизнь математику? Может, потому что на небольшой территории проживало слишком много людей? В отличие от Валпири, шумеры жили в городах, которым была необходима организация. Зерно необходимо было хранить, распространять и распределять, опираясь на то, сколько заработал каждый человек. Для этого нужна была арифметика. Именно поэтому шумеры превратили цифру 1 в клинообразный символ. Символы сделали возможным пользоваться арифметикой, необходимой для подсчетов богатства, урожая и потерь. И самое главное – сбора налогов. Да, в изобретении математики можно винить городскую жизнь. Считать это не единственная способность, понадобившаяся шумерам для реализации их гражданской программы. Им было необходимо ввести учет своих расчетов. Однако, подождите, письменность еще никто не изобрел. Кажется, цифры стали первой письменностью в мире. Все происходило вот так. Специальные цифры в виде клинья вклались в глиняные конверты на хранение и заклеивались. Но когда конверт был заклеен, как же узнать, сколько именно клинья в нем находится? Проблематично. Хотя, подождите. Они брали новые клинья и выдавливали на наружной стороне конверта количество клинков, которые хранились внутри. Наконец, кому-то пришло в голову, что в конвертах нет необходимости. На самом деле, не нужны были даже клинья. Можно было просто поставить номер на конверте, и вуаля, цифра готова. Таким образом, родилась идея письменности. Шумерские математики, наконец, смогли вести учет своим записям, и система их вычислений существенно усложнилась. Лишь нескольким посвященным были известны загадочные цифры, и их тренировали с самого детства. Они стали могущественной и богатой элитой, которой мы платим дань и по сей день. Правильно, подарок шумеров миру – это налоговые инспекторы. Теперь единица стала дисциплинированной и организованной, как никогда. Она стала опасным оружием. Единицу можно было использовать для построения империи. Именно это и произошло в следующем перевоплощении этой цифры. В руках шумеров единица стала частью сложной арифметической системы, а египтяне развили эту идею еще дальше. Помимо спокойной ходьбы, отсутствия улыбок и образования, египтяне любили большие вещи. Большие здания, большие статуи, большие армии. Они же придумали действительно большие числа. И способ их записи отражает удивительную систему иерархии египетского общества. Первыми идут числа ежедневного быта и тяжелого труда. Единица была прямой скучной линией. Десять – это веревка. Сто – моток веревки. Числа, отражающие повседневность. Далее идут числа аристократов. Числа восхищения. Тысячи изображаются в виде лотуса, символа удовольствия. Десять тысяч – указательный палец. А теперь цифры фараонов. Миллион – число, о котором они мечтали, шумеры. Число, которое нужно только фараону для подсчета его пленных. Первый миллион в истории и знак, которым его обозначают – узник, молящий о пощаде. Или, может, это счетовод, просящий освободить его от обязанности перечитывать пленных. В любом случае, у единицы никогда не было столько работы. Однако, египтяне хотели, чтобы единица выполняла еще одно задание. Самое главное. Единицу хотели использовать в строительстве. Древние египтяне были заядлыми строителями с любовью к красоте. Но прекрасное здание не построишь без точных расчетов. И расчеты невозможно создать, не зная мерки. Что именно считать единицей? В решении этой проблемы египтяне прибегли к кое-чему, что никто прежде не использовал. Они приняли свое собственное понимание единицы. Единица равнялась длине руки от локтя до кончика пальцев плюс ширина ладони. Они назвали эту длину кубит. Мера для всего – бесспорный правитель. Эта мерка имела такое значение, что ее ревностно охранили в храме. Копии кубита разрабатывались и передавались по всей империи вне зависимости от типа постройки. Каждый знал, что брать за единицу. С такой четкой системой измерения египтяне смогли закончить самые грандиозные свои проекты с невероятной точностью. Если бы единица не стала кубита, многие чудеса света могли быть менее чудесными. Используя единицу не только в системе исчисления, но и измерения, египтяне открыли новый мир индивидуальных пошивов и ковров. Они сделали единицу меркой всего. Единица – правила экономикой, но ее судьба таила еще кое-что. Единица должна была стать сущностью Вселенной. Все началось две с половиной тысячи лет назад в Древней Греции, или современной Греции, которой она считалась на тот момент. Все благодаря скромняге по имени Пифагор. Пифагор – это не тот, который создал свою теорию? Квадрат гипотенузы в прямоугольном треугольнике равен сумме квадратов катетов. Точно, точно, теорема Пифагора. Немного скучно, я никогда не понимал ее до конца. Мне кажется, Пифагор был забавным парнем. Неужели? Он руководил школой, ученики, которые должны были пожертвовать своими мерзкими ценностями, есть только овощи, поклясся, никогда не притрагиваться к бабам. Почему нет? Пифагор считал, что когда человек пукает, часть его души уходит. Потрясающе. Чему только не учат в школе в наши дни. На самом деле, Пифагор был немного странноватым. Он учился на Среднем Востоке Египта и по возвращению домой основал вегетарианскую школу математики. Здесь он посвятил себя исследованию загадочных цифр. Пифагор был первым, кто придал значение числам. Он даже разделил их на два пола – единицы. Мужского, двойка, женского и так далее. Помимо всего, ему нравились единицы. Он понял, что определенные числа имеют приятный образ. Три составляет треугольник. Четыре квадрата. Один плюс два плюс три плюс четыре составляют десять, из которых состоит магический треугольник. Пифагор верил, что благодаря единице можно объяснить фундаментальный вопрос философов всех времен. Греческие философы постоянно искали материю, из которой состояло все. Один из философов сказал, что все состоит из огня. Другой утверждал, что из воздуха. Третий – из воды. Пифагор сказал, что все состоит из чисел, даже музыка. Чтобы понять, о чем говорил Пифагор, я приехал в Вотрепери. Гарден, Центр, Воксфордшир. Сейчас осталось найти только математика. Да, спасибо большое. Я самый настоящий математик. Как мне повезло. Но если вы хотите узнать о Пифагоре, музыке и математике, нам понадобятся горшки разных размеров. Отлично. Пифагор пытался понять, почему определенные комбинации нот звучат так прекрасно и гармонично. Если я играю на этом горшке, мы получаем ноту ля. А если я совмещу этот звук с этого горшка, это не самая удачная комбинация. Послушаем их вместе. Из этого ничего не выйдет, не так ли? Я буду играть тут. Ля. Прекрасная комбинация. Октава. Послушаем вместе. Почему эта комбинация такая удачная? Ответ таится в математике. Соотношение между весом этих горшков равняется одному к двум. Именно комбинации цифр предопределяют звук. В первом случае соотношение было равно одному к одному целому и 264 тысячным. Не самый удачный вариант, что и отразилось в неприятном звуке. Пифагор говорит, что гармония — это комбинация цифр, а цифры — это разное количество единиц. Пифагор понял, что именно благодаря числам голоса некоторых людей звучат так прекрасно. Он был восхищен этим открытием и понял, что математика является основой всего. Она объясняет музыкальную гармонию и движение в космосе. Именно тогда он и упомянул музыку космоса. Попробуем? Почему бы и нет, конечно. Если красота музыки зависит только от цифр, Пифагор подсчитал все. Раз уж все цифры состоят из множества единиц, именно единица должна быть элементом конструкции Вселенной. Никогда еще единицы так не восхищались. Трудно поверить, что убеждения Пифагора были обречены. Именно треугольник, который прославил его, его же и уничтожил. Если единица является основой всего, она же должна лежать в основе каждого треугольника, даже прямоугольного треугольника с равными сторонами. Проблема в том, что это не так. Пифагор пытался приравнять все три стороны, но это невозможно. Когда один из его учеников пытался поддержать эту идею, остальные опровергали ее. Вся система мировоззрения Пифагора о том, что весь мир состоит из единиц, была ошибочной. Квадрат гипотенузы в прямоугольном треугольнике равен сумме квадратов катетов. Бедный старый Пифагор был свергнут его собственными геометрическими фигурами. В то же время единицу ждут новые изменения. Правда, для этого ей придется стать немного менее реальной. Как и многие до него, Пифагор не мог поверить в числа, пока они не представляли что-либо реальное. Единица не существовала, пока она не материализовалась в один стул, один шаг, одного телеведущего. Последователи Пифагора смогли вырваться за пределы этих рамок. Я говорю об Архимеде, первом бунтаре в мире. Но в то же время о величайшем математике древности. Эврика! Архимед обожал играть с числами. Он перенес математику за пределы воображения, потому что в своих играх он позволял числам творить невообразимые вещи. Например, он пытался выяснить, сколько песчинок потребуется, чтобы заполнить Вселенную. И несмотря на то, что эти игры выглядят довольно бесполезными, иногда из них выходила практическая польза, которая помогает нам и по сей день. Например, его очень заботил вопрос, что будет, если превратить сферу в цилиндр. Что изменить в его площади? Лично меня это абсолютно не интересует. Однако Архимед был переполнен гордостью собой, когда наконец открыл формулу. Хотя вначале это и казалось лишь математической бравадой, а в итоге эта формула оказалась невероятно полезной. Именно благодаря открытию Архимеда стало возможным создание плоской карты вместо объемного глобуса. Единица перестала быть основой Вселенной. Однако она продолжала оказывать помощь в век расцвета математики. В мире появились новые силы, и единица попала под влияние новых увлечений. Архимед жил в Сиракузии, когда в 2012 году до нашей эры произошло вторжение римлян, он находился в середине увлекательных расчетов. Он был настолько поглощен своей работой, что все, что он смог сказать, прошу вас, не прерывайте меня. Да, не самый мудрый шаг. Так наступил конец теористической математики в классическом мире. Римлян не интересовала абстракция, вроде как рассчитать массу всех коз, когда-либо живших на планете. Их интересовала сила. Нравилось это ей или нет, единица стала прислужницей римлян. Единице пришлось оставить абстрактную математику позади и перейти в мир практичности. Единица стала скелетом римского мира, так как римляне использовали ее в качестве твердой решетки для армии. В отряде было 10 человек. 10 отрядов, 100 человек составляли центурий. Два центурия назывались манипулой. Это означало что-то вроде пригорошни проблем. Именно этим и являлись две сотни римских солдат. Даже наказания распределялись по числовому принципу. Если легион потерпел унизительное поражение, легион подвергали децимации. От латинского слова «десять» или «децим», вне зависимости от индивидуальной вины, казнили каждого десятого солдата. Великой целью римского мира было заставить все работать. Теоретическая математика им не подходила. Меня это не удивляет. Ведь римские цифры лишь сложнее. Вы только посмотрите на них. Это просто собрание старых зарубов на костях. Единственное изменение в новых символах — это еще больше неуклюжести. V — это 5, X — 10, C — 100 и так до миллиона. Но это всего лишь обыкновенная система исчисления. Удовлетворительная для написания дат рождения и смерти на могилах, но примитивная по сравнению с теоретической математикой. Попробуйте написать миллиард такими символами. В современной системе у меня уходит на это 8 секунд. Как я проверял, по римской системе на это ушло бы около 16 минут. Неудивительно, что римские цифры не использовались даже для вычислений. Настоящие вычисления делались на расчетной доске ранней версии Абака. Сами по себе цифры использовались лишь для фиксации результатов. Может, это и не совпадение, но в отличие от греков, миру неизвестен ни один римский математик. По мере распространения римского влияния расширялись и границы использования римской нумерологии. В последующие 500 лет вся Европа, от Испании до Турции, попала под римскую власть, и даже когда их империя неожиданно пала, их цифры продолжали использоваться. Но, несмотря на то, что римская система оказалась нерушимой, она не была таковой. Ее враг пришел с Востока, точнее из Индии, примерно в 500 году нашей эры. У единицы был индийский двоюродный брат, живший в более разряженной атмосфере. Индусы больше заботились о познании мира и поисках просвещения, нежели о военной подготовке. Но нирвана на дороге не валяется. Чтобы достигнуть ее, нужно пройти длинный путь, который занимает очень долгое время, и чтобы преодолеть его, индусы пришли с длиннющими, глупыми цифрами. Возьмем, например, Раджу. Раджу — это расстояние, проходимое Богом за шесть месяцев, при том, что за один взмах ресниц имен преодолевает миллион километров. А как насчет пали? Пали — это отрезок времени, который потребуется мне на строительство куба из овечьей шерсти высотой в 10 километров, если бы я клал по одной пряди в столетие. А вот еще кое-что. Это числа, которые заставили бы единицу почувствовать себя по меньшей мере незначительно, если бы ей не помогли друзья. В отличие от римлян, индусы разработали систему, которая могла справляться с громадными числами. Они разработали различные символы для цифр от 1 до 9. Раз. Два. Три. А если вы пойдете быстрее, получите арабские цифры. Они не арабские, они индусские. Мы используем их с 500-го года до нашей эры. А ведь он прав. Цифры, которые мы используем, называются арабскими, несмотря на то, что они появились на свет в Индии. Немного позже, примерно полторы тысячи лет назад, или еще позже, если вы смотрите повторение этой программы, кому-то в голову пришла колоссальная, великолепная, удивительная идея величайшей революции цифр со времен изобретения математики шумерами. Идея, которая изменила мир. Они изобрели совершенно новую цифру. Эта новая цифра находится здесь, в крохотном храме, построенном тысячу сто лет назад, а в Гвалияре на севере Индии. Проделав путь в 6400 километров, я наконец смогу увидеть ее. Ник, тут заперто. Подождем. И пока мы ждем, я размышляю, как могло произойти так, что эту цифру не придумали раньше. Это такая простая маленькая цифра, которую можно было произнести быстро и еще быстрее написать. А, вот так. Однако, как только ее изобрели, жизнь единицы кардинально переменилась. Вот мы и пришли, и перед вами неоспоримый образец индийской изобретательности. Новая цифра. Священный Грааль всех чисел. Ноль. Впервые в истории человечества ничто стало числом. В описании говорится, что здесь основали садик и выращивали в нем розы для храма. Чтобы быть уверенными, что роздостаточный сад разместился на площади 187 на 270 хаст. Это примерно 20 акров. Пока римляне использовали числа для почета своих побед и трупов, эти люди применяли их, чтобы обеспечить достаточное количество удобрения для оранжерии цветов. Возможно, вы скажете, ну и что с того? Что за подвиг изобрести число, обозначающее ничего? Если кто-то спросит, что у меня в руке, я могу просто ответить, что там ничего нет. Для этого мне не нужно слово ноль. Сам по себе ноль не имел значения. Однако, если объединить ноль с единицей, происходят удивительные вещи. А когда к ним присоединились остальные актеры, результат превзошел все ожидания. Имея всего 10 цифр, индусы смогли создавать как бесконечно большие, так и невероятно маленькие числа. Да, римлянам такое было не по зубам. Единица нашла в нуле лучшего друга, и именно такое партнерство изменит мир. Вместе с остальными членами команды они помогали индийским ученым во многих открытиях. Например, индийские астрономы на века опережали своих христианских коллег. Индийские ученые открыли, что Земля вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца. Европейский ученый Коперник сделает это открытие только через тысячу лет. Помимо прочего, индийские ученые подсчитали диаметр земного шара и ошиблись всего на один процент. Все это стало возможным благодаря единице, нулю и остальным актерам циферного театра. Они произвели сенсацию, и их слава вскоре распространилась по всей планете. Рано или поздно произойдет конфликт с римскими цифрами, а пока что единица и ноль отправились в долгое путешествие через Аравийскую пустыню к самому утонченному обществу планеты – в Ирак. Когда исламскому миру было около ста лет, Багдадом управлял великий Калиф Аль-Мансур. Калиф хотел, чтобы его народ подчинялся законам Корана, поэтому он основал судей, которые следили, чтобы жители соблюдали заветы Магомета. Эти заветы переполнены указанием, для четкого выполнения которых необходимы сложные математические вычисления. Например, в отличие от христианства, по Корану женщина получает иное наследство. Книга говорит, существует наследство для мужчин и для женщин, доля каждого зависит от числа остальных родственников и степени их родства с усопшим. Для точного подсчета необходимо было вычислять доли и пропорции, а эти люди умели считать только на пальцах. Не то, чтобы они не были способны к сложной арифметике, просто их собственные цифры сдерживали их. Однажды к ним прибыл посланник из Индии. Он прибыл с необычным даром для Калифа. Однако Калиф и без того был богатейшим человеком. Удивить его подарком было очень сложно. Я имею в виду, что вряд ли ему понравились бы майка с надписью «Я люблю Индию». Посланник долго и мучительно обдумывал свой подарок и, наконец, решил подарить Калифу величайший дар, о котором можно было только мечтать. Цифры. На самом деле нам точно неизвестно, каким образом индийские цифры были адаптированы исламским миром, но мне больше всего нравится история с посланником. Зато нам точно известно, что мусульманских школьников выбили из равновесия единица, ну и остальная группа. Одним из школьников был «Аль-Харизми». Аль-Харизми и его коллеги научили цифры множеству новых трюков. Квадратные уравнения. Алгебра. Фокусы обратных логарифмов. Ну ладно, последний я придумал. Однако новые математические подвиги вдохновили науку, математику и астрономию на достижение новых высот. Индийская труппа произвела фурор в исламском мире. На другой стороне Средиземного моря христианская Европа все еще находилась под тягостным временем римских цифр. Будучи настоящими римлянами, они не собирались так легко сдаваться пафосным новичкам. Скоро наступит неизбежное столкновение, и именно оно изменит судьбу всего западного мира. Начало гибели римских цифр произошло на берегах Северной Африки. Мусульманские купцы быстро освоились единицы, нулемы, компаний в своих делах. К концу XII века индийские цифры уже использовались повсеместно. Молодой сын итальянского дипломата в Алжире стал свидетелем их использования в суетливом порту Беджаи. Когда я познакомился с искусством индийских символов, вскоре его глубина достигла моего разума и стала величайшей радостью. Я пришел к пониманию. Этого молодого человека звали Фибоначчи, и когда он вырос, он решил увезти домой удивительные индийские символы. В 1202 году Фибоначчи написал книгу о вычислениях, назвав ее «Книга вычислений». Теперь его считают величайшим математиком всех времен, а его книга стала афишей для индийских символов. Однако Фибоначчи не был лишь твердолубым теоретиком. Часть его книги была направлена специально на купцов, обращая их внимание на пользу, которая может принести индийская символика в подсчете прибыли. Книгу не назовешь бестселлером, однако в те времена капитализм лишь начинал делать свои первые шаги в Европе. Фибоначчи должен был прочесть каждый. К несчастью, обычные люди чувствовали себя вполне комфортно со старыми цифрами. К тому же они прожили с ними около тысячи лет. Старые римские цифры не хотели освобождать сцену для индийских новичков. Это был не просто вопрос традиции. У обычного человека были свои причины предпочитать старую систему. Многие средневековые итальянские города использовали свою собственную валюту. Поэтому каждый раз, оказываясь в новом городе или поселении, мне приходилось отправляться в обменную лавку или банк, как они ее называли. Банк, счетная доска, некое подобие абаку с мерками вместо пешек. Люди, работающие на них или банкиры, должны были дать клятву не обманывать своих клиентов. Представьте, если бы магистрат обнаружил, что он обманывает меня, они бы пришли и сделали его банк рупта, что означает «разрушенный». Банк рупта. Именно отсюда и пошло слово «банкрот». Привет. Сколько я могу получить за это? Сейчас он считает. Мне нравится, что он использует числа, которые мне знакомы. Конечно же, это римские цифры, а это абак. По крайней мере, я вижу, что он делает. Я так много получу? Отлично, спасибо. С вами приятно иметь дело. А как же, если бы я подошел к одному из этих ребят, использующих нововведенные индийские цифры? Привет, сколько вы дадите мне за это? Видите, вот в чем проблема. Будучи средневековым человеком, я понятия не имею, что он пишет. Неудивительно, что у других это вызывало подозрение. Я должен быть подозрением. Если бы мой банк стал вести мой счет на китайском, я бы обеспокоился. Спасибо, но я понятия не имею, откуда взялось это число. Все равно спасибо. Такое недоверие достигло своего апогея и в 1299 году. Во Флоренции запретили использовать новые цифры, их обязали использовать римские. Однако, ни к одной цифре не относились с большим недоверием, чем к партнеру-единице. Нулю. Один из писателей назвал ноль знаком, который порождает смятение и сложности. Ноль назвали цифра и относились к нему с большим недоверием. Таким образом, это слово стало использоваться со значением «секретный код» или шифр. Однако, дни старой системы уже были сочтены. В этом можно винить человеческую алчность. Приверженцам традиций, цеплявшимся за абак и римские цифры, никогда не приходилось высчитывать процент из займов. Католическая церковь сказала, что брать процент из кредитов – это грех или ростовщичество. Но с приходом реформации протестантские церкви стали более дружелюбно относиться к бизнесу, и длительное противостояние христианству капитализму исчезло. Посмотрим на новую систему кредитования и подсчета процентов. Что будет более полезным – индийские цифры или абак? Давайте посмотрим. Справа от меня первоклассный математик, слева первоклассный счетовод. Предположим, я одолжил кому-то 10 фунтов под 1,5% в месяц. Сколько мне должны вернуть к концу года? На старт, внимание, начали! Кими была щитоводом с 15 лет, она пользуется современными японскими счетами. В своих подсчетах она использует технологию 16 века. Посмотрим, удастся ли ей победить. Маркус использует бумагу и ручку. Это сногсшибательный метод десятичной системы. Он живет на севере Лондона с очаровательной женой Шаани и веселыми ребятишками. Он невелик, но очень умен. У Кими готов ответ. Кими, каков ответ? 10 фунтов 60. 10 фунтов 60. Значит, сложный процент будет равен 10 фунтам 60. Кажется, Абак справился быстрее математика. Я не хочу оспаривать этот вариант, но считаю, что он неверен. У меня получилось 10 фунтов 61,677664035 пенсов. Я обратил внимание на тонкости сложных процентов и таким образом получил эти... Вот эти лишние десятичные числа. Для средневекового бизнесмена это решило бы, сможет ли он прожить. Возможно, поэтому счетоводы так жалки. По мере популяризации капитализма, подсчет процентов и сложных процентов стал необходимостью любого уважающего себя бизнесмена. А старая римская система, в отличие от индийской, просто не давала возможности вести такой подсчет. Таким образом, спустя столетия, с момента, как Фибоначчи привез их в Европу, индийские цифры, наконец, обошли неуклюжие римские. Они были быстрее и изворотливее, особенно во главе с единицей и нулем. В итоге наступил прорыв. Старые римские цифры постиг, по меньшей мере, банкрот. Однако у единицы и нуля были еще более честолюбивые планы на будущее, которые не включали в себя остальные цифры. На данный момент вся труппа индийских цифр захватила западный мир. Именно благодаря им европейские мореплаватели смогли подсчитать широту и осмелиться пересечь огромный океан. Так они и наткнулись на Америку. И новые цифры стали словарем современного банковского дела. Однако проблема человеческих ошибок не исчезла. Колумб думал, что попал в Японию, когда на самом деле прибыл в Уэст-Индию. Он ошибся на полмира. Он ошибся. Это качество свойственно людям. Однако один человек должен был остановить это. Все произошло примерно в 16... Не знаю, какая разница. Готфрид Лейбниц был одним из величайших математиков всех времен. Он освободил человечество от проклятия ошибок. В попытке сделать это он изобрел кое-что, что и по сей день оказывает влияние на наши жизни. Лейбниц был убежден, что сможет исключить ошибки, сконструировав механическую вычислительную машину. В итоге он создал ее, использовав все цифры от нуля до девяти. Потом, под впечатлением от философии, ему в голову пришла идея получше. В действительности ноль отражает пустоту и зловещую дикость. Значит, дух Господа и его свет заключаются во всемогущей единице. Другими словами, перефразирую Лейбница, мир — это швейцарский сыр, многие давно это знали. Дырки в нем так же важны, как и сам сыр. Поэтому для того, чтобы сконструировать сыр, понадобится и то, и другое. Много единиц и нулей. Лейбниц был убежден, что единицы и ноль — это единственные цифры, которые нужны людям. Он утверждал, что при помощи этих цифр сможет достичь мечту любого математика и, более того, избавить мир от ошибок. Поэтому он избавился от остальных цифр и оставил только единицу и ноль, назвав эту систему двоичной. И все же, как выразить все числа только при помощи единицы нулей? Кажется, пора поговорить с кем-то, кто разбирается в этом получше меня. Маркус! Мне нужно понять двоичную систему. Двоичную? Ладно, давай я тебе назову число в двоичной системе. Вот, например, девятка. Ты просто используешь единицы и нули. Только их. Здесь написано девять. Больше похоже на тысячу один, потому что ты зацикли на своих десяти пальцах и продолжаешь считать объекты в десятичной системе. Первая колонка отвечает за число единиц, вторая — за число десятков, третья — число сотен, и четвертая — за число тысяч. В двоичной системе все немного иначе. Здесь каждая колонка показывает число двоек, четверок и восьмерок. Вот у нас есть яйцо. Мы можем представлять числа, только используя единицы и нули. Значит, мы можем поставить яйцо внутрь или нет. Когда оно внутри, это один. Яйцо обозначает один. Теперь смотри, как мы поставим девять. У нас одна восьмерка, вот колонка для восьмерок. Ставим здесь яйцо в четвертой колонке. А девять — это восемь плюс один. Поэтому мне надо поставить единицу в первой колонке. Таким образом, в бинарной системе девять — это одна восьмерка, ноль четверок, ноль двоек и одна единица. Удивительно, а как же быть с остальными числами? Всего после трех часов обучения я понял, что вполне возможно записать любое число, используя лишь единицы и нули. Более того, я понял, что совсем не обязательно использовать для этого яйца. Это своего рода механическая система. Складывать единицы и нули — это чисто механическая работа. Именно поэтому это идеальная работа для машины, которая абсолютно все равно, насколько длинное число. Она может записывать абсолютно любые числа. Все, что имеет для нее значение, — это складывать цифры. Именно поэтому машинам так нравится работа в бинарной системе. Именно такую бинарную машину разработал Лейбниц. Единственное различие, что его машина использовала металлические шарики вместо яиц. С нынешнего момента ошибки — это пережиток прошлого. Цифровой век был готов захватить мир. К счастью, он так и не построил эту машину. Единицы и нулю придется подождать еще 265 лет, прежде чем они снова смогут выйти на сцену. Познакомьтесь с Колосом. Колос — первый компьютер в мире, работающий в бинарной системе. Мечта Лейбница стала явью. Но вместо металлических шаров Колос использует электричество. Здесь единица и ноль, наконец, встали на свои места в руле электричества. Включить и выключить. Колос был сконструирован во время Второй мировой войны и установлен в британском дешифрационном центре в Блэчли, парк. А в нем 1200 клапанов, километры проводов и сотни механических компонентов. Но, как и во всех современных компьютерах, сердце этого — единица и ноль. В их электронной системе единица и двойка выполняют миллионы моментальных вычислений. Достаточно быстро, чтобы взломать коды противника, пока немцы еще не успели заточить свои карандаши. Благодаря Колосу союзники знали, о чем говорится в сообщениях немцев еще до того, как об этом узнавал Гитлер. Возможно, именно это необычное изобретение помогло сократить продолжительность войны на пару лет. Технология, начало которой было положено здесь, в Блэчли, изменила наши жизни навсегда. Помните, для чего нам необходимо использовать и понимать цифры? Делать астрологические подсчеты, вычислять, выдумывать, как распределить имущество. Это могут сделать компьютеры. Рассчитать процентную ставку, курс обмена валютой и сложные проценты. Все эти сложные вычисления, которые занимали и иногда сбивали с толку великие умы древности. Оставьте все эти дела компьютеру, и вы сможете остаться недорослями, не умея давать правильные или неправильные ответы. Ведь это прекрасно, не так ли? Терри? Терри, куда ты, Терри? Не оставляй меня, Терри. В компьютерный век весь наш мир измеряется единицами и не единицами, начиная с банковских счетов до больничных карточек и штрих-кодов. Каждый раз, когда я покупаю банку кошачьих консервов, остальные цифры с упаковки отправляются в мусорную корзину истории. Единица и ноль — все, что нам нужно. Древний дуэт вернулся на вершину славы. Надеюсь, мы сможем контролировать эти маленькие ничтожества. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok